здравствуйте сегодня речь пойдет о фиалках я хочу рассказать все о фиалках но прежде чем рассказать о фиалках я хочу рассказать какое животное живет на моей фиалки я смотрю вот какие-то на листочках такие блестящие полосочки это надо уже вооружиться задуматься что это может быть а сегодня утром я обнаружила на горшочке посмотрите какую красоту вот это вот создание откуда она взялась непонятно то ли яйцо в земле было в торфе ну в общем она выросла и начала кушать мою фиалочку конечно оставлять этого слизняка возле своей фиалки я не буду нужно его срочно убрать сейчас я сделаю и сюда моя красота он не хочет пересмоктался горшочком у нас в огороде его их очень много вот ведь это желтая жидкость там выделяет и остается наверное яд его что ли полосочки на фиалке вот так он ползет и след после него остается на фиалке такое чудо-юдо у меня в доме его сюда сейчас и вынесу куры съедят куры его любят текст ледников ой неприятно но я вам показала что вы знали от чего на листиках фиалок могут появляться такие блестящие волосочки не только на листиках фиалок это и на клубнике у меня появляются в огороде потому что это огородное создание чтобы лучше фиалочка цвела вот эти вот деточки их нужно убирать как можно ну быстрее листики засохшие тоже убираем не проблема вот посмотрите даже на земле блестящие полосочки тоже присутствует то есть этот слезняк он у меня уже долго живет как он сюда попал неизвестно может с другими комнатными растениями так как фиалки я на улицу не выношу я выношу пеларгонии орхидеи листочек уже испортился его нужно убрать и видно когда я занесла свои пеларгонии этот слезнячок был них а потом залез в сырую землю мою фиалочку фиалка цвет не сильно передает так как он ну как такой переливающий вот посмотрите получав передает немножко такой красивый красивый цвет очень крупная махровая насыщенная это она расцвела у меня первый раз это с листика я выращиваю и первый раз расцвела долго она не цвела до долго она пускала корни как я выращивала я вам оставлю ссылочку и вы посмотрите как я выращиваю фиалочки с листиков очень хороший результат и заморачиваться долго не надо очень легкий процесс вам всем понравится а сейчас я буду выброшу этого слизняка который надел вот много бед для фиалки он не повредил просто красоту вот на листиках все горшочек запачкал и продолжим прошла неделя после того как я посадила свои фиалочки в эти умные горшочки посмотрите какая хорошая как она разрослась как она хорошо себя чувствует не разрослась она распустила свои цветочки листочки в разные стороны и пустила новые цветоносики на момент посадки цветоноса у нее не было это очень махровая фиалочка красивая темно-синенькая с рюшечками красивыми вот на в подобии вот этой ну еще махровей и посадила два в один горшочек здесь два посадочных места в этом горшочке это умные горшки вода должна быть постоянно на дня горшочка вот сейчас покажу вот здесь как только вода исчезает нужно добавлять и поливать сверху не нужно растение под корень тоже не может сейчас я вам хочу показать сам процесс посадки я приобрела еще один такой горшочек и буду сажать него новые растения покажу как него сажать нужен дренаж не нужен дренаж все вам сейчас я покажу и расскажу это пока горшочек с фиалочками я уберу в сторону вот посмотрите как выглядит горшочек умный горшок вот эту пленочку нужно снять это горшки нового поколения они их называют в магазине умными горшками ну хорошо пусть будут умными мне тоже подойдет здесь от елки остались иголочки насыпались был же новый год только елку убрали иголочки уже насыпались они конечно растение не повредят но все-таки я их уберу смотрите фирма это калипсо горшки горшок двойной внизу вот по этот уровень набирается вода и фитилек в горшочке дырочек очень много дополнительных дырочки делать не нужно написано не извлекать фитиль для автополива это горшок с автополивом сейчас я вот эти вот сниму и покажу вам внутри сейчас покажу какой горшочек внутри вот я его подняла вот двойной горшочек здесь выпуклая часть и и в углубление помещается вода и второй горшочек идет с фитильком то есть он стоит на выпуклой части этим местом и вода попадает к растению по фитилю и горшочек я испробовала неделю растение стоит и радуется я купила их специально для фиалочек я купила два сиреневых горшочка чтобы было какой-то разнообразие а сейчас покажу вам весь процесс посадки фиалочек в этот замечательный горшочек у меня вот такая вот фиалочка я ее назвала номер три так как она сортовая чтобы не перепутать сортность видите у меня там записан сорт я сейчас не буду разбираться какой он видите оно все выгорело у меня фотография стоит номер три и фотография этого сорта фиалочка разрослась хорошо но в этом горшочке ей уже неудобно видите корень уже наружу лезет и второй экземплярчик две фиалочки буду сыграть вот номер четыре видите она стояла у меня в маленьком стаканчике прозрачном и посмотрите как она разрастила свои корешочки сейчас мы будем ее тоже извлекать с этого горшочка как-то думать как оставить ей корень фантастика не фиалочка в общем приступим берем поднос я взяла готовый субстрат для архи для синтолий и насыпаю в этот горшочек фитилек там натянут плотненько дренаж делать не надо так как корень должен доставать до фитилька если я сделаю дренаж корень доставать не будет как мне вынуть эту фиалочку разрезать наверное стаканчик по другому никак я же не хочу потерять такое количество корней как она здесь нарастила уже лучше пожертвовать стаканчиком и немножко корнями которые она там имеет сейчас попробуем может удастся кусочек оторвала здесь перлит и торф вот так по кусочку это тоже сортовая Ян Минуэт вот сорт называется сортовая фиалочка я стараюсь подписывать сорта но некоторые сорта к сожалению не удается подписать у меня все хорошие сорта я их брала на выставках эти фиалочки некоторые сорта забыла подписывать не то что забыла то времени нет что-то такое все вот удалось мне не все удалось видите оборвалась все-таки ну ладно обрежем этот корешок что теперь делать одна маленькая волосиночка обрежу она растет новая ничего страшного смотрите вот эти листочки они как бы мешают при посадке я их удаляю я их укореню и будет сортовая еще фиалочка у меня размножится а удаляю для того чтобы ее посадить немножко глубже если я посажу немножко глубже то будут дополнительные корешки ножницами обрезать не нужно ничего просто обламываете смотрите и на вот этом стволике если заглубить вот по вот эту часть на стволике появятся дополнительные корешки это для растения будет плюс теперь будем сажать чтобы посадить мне нужно сделать как можно глубже углубление и поставить фиалочку на дно горшочка чуть-чуть разровняю корень вот так и засыплю свою фиалочку на уровне земли на уровне горшка вот видите как я ее посадила чтобы чтобы верхний листочек никак не засыпался видите корневая шеечка чтобы была на уровне если она будет заглублена попадет во внутрь водичка и она может пропасть это у нас номер 4 вот я так 4 и ставлю чтобы не забыть не сбиться с номера теперь сюда посадим номер 3 эту немного легче можно сажать так как у нее нет она тоже сортовая у меня у нее нет дополнительных корешков мы просто вынимаем ее из горшочка делаем углубление листики я убирать не буду я и ничего не повредила и добавляем с пакета нового по краю горшочка добавляем земли еще с этой стороны немного добавлю потом я возьму кисточку и почищу ей листочки чтобы листочки были не пыльные нужно их почистить утрамбовывать я не буду немножко так прижму пальцами вот так вот так я посадила две фиалочки в один горшок с автополивом сейчас я буду его поливать покажу вам как я поливаю это растение водичку я возьму отстоянную вот я взяла литр воды отстоянная водичку набирала с фильтра вечером она сутки простояла теперь в воду я хочу добавить это секрет моих фиалок удобрением я не поливаю а поливаю вот смотрите ампулка В12 она идет одна ампулка на литр воды это витамин В12 он очень дешевый людям колят тоже для повышения иммунитета устойчивость витаминов когда не хватает в общем в разных ситуациях а я удобряю свои фиалки на литр воды одну ампулку помешаю и сразу же поливаю поливаю я до такого уровня чтоб появилась водичка в двойном горшочке сейчас я вам покажу как я разделила немного сейчас смотрите она должна быть на высшем уровне сейчас я буду поливать и показывать земля сухая земля сухая и поэтому она немножко долго просачивается еще нет воды сейчас польем поливаю я в одно место не по кругу по чуть-чуть и надо смотреть чтоб была показалась вода ну-ка вот 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 показал но этого еще маловато нужно немножко еще добавить то есть воды много ушло практически литр ушел воды честно просочится и будет больше и таким образом смочилась весь слой земли наша фиалочка вот видимо повысилась вода уровень воды полито а эту фиалку неделю я уже не поливала и вода у нас где исчезла надо полить раз вода исчезает пьет вот он появлялась появляется фиалки чувствуют в этих горшках себя замечательно так что если у вас есть возможность проверить и посадить свои фиалочки в этот горшок они вас будут благодарить я вот думаю пересадить все свои фиалки горшки конечно немножко дороговато стоят но ничего потихоньку я думаю пересажу потому что у меня стояли в двойном горшочке удобно все наливаешь сюда водички а сюда ставишь одноразовые ну этот стаканчик прозрачный и она пьет себе и подоконник не пачкается ничего тоже удобно ну двойной горшок это же вообще автополив шикарно вот ведь полное это и хватит и хватит тут два маленьких растения тут громадное растение нам пить больше надо а эти два маленьких они себе на недельки две им достаточно будет воды вот эту фиалочку которая посадила не повредив корешочек это номер три она даже не почувствует процесс пересадки это немножко конечно может листики капелечку повянуть но это ничего страшного она придет в себя моментально я вам буду снимать продолжение видео и немножко запылила тут перлитом листики буду рассказывать как чувствовать себя эти фиалочки и следующие сорта я тоже пересажу в двойной горшочек мне очень понравилось на фоне одного горшка мне очень все нравится смотрите и 4 фиалки занимают намного меньше места а красота будет неимоверная они как зацветут фиалки вообще прекрасные цветуньи они как зацветут этим я пообрывала при посадке листья цветочки ну вот надо уже снимать деточку как я буду снимать деточку и во что я ее буду сажать я вам сниму видео покажу если оставить эту деточку она загустится будет много розеточек боковых и фиалочка цветет намного меньше деточки допускать нельзя а здесь посмотрите начал оголяться стволик если я сниму еще несколько вот этих листиков он будет оголяться значит нужно будет ее посадить глубже и будут дополнительные корешочки и ей тоже будет комфортнее не расти с новыми корешочками дополнительными какой сорт хочу показать цветочек никак не распустится ну ничего это листочки которые я сняла с растения при посадке номер 4 вот на каждом горшочке написала номер 4 на дно одноразового стаканчика налила воды и днем в этой воде растворена ампулка b12 и для удобства хранения ну желательно каждый листочек ставить в отдельный стаканчик я возьму вот такое кашпо и помещу сюда свои фиалочки они будут пускать весь корень получилось три фиалочки если я сверху по краю поставлю ничего страшного не произойдет в таком состоянии они будут пускать корень а затем рассажу каждый в отдельный стаканчик если будет два листика вместе как только покажется корешок нужно будет поставить в разные стаканчики так как спутается корневая тяжело будет сажать потом повредения пойдут и ослабнет немножко растение в таком состоянии листочки держу до состояния пока они пустят корешок и появится новый листик еще я размножаю по другому немножко фиалочки вот так беру одноразовый пакетик который плотно закрывается набираю сюда смесь земли не земли торф с перлитом немного увлажняю помещаю листочек и плотно закрываю покажу что получилось это красная фиалочка вот видите какую корневую богатую она пускает это уже пора сажать вот листики может показал ведь и очень хорошо растет наращивается корневая растет фиалочка и удобно хранить не занимает много места вот и на подставку для цветов вот у меня здесь орхидейка красивая это леодорка кстати кто знает она очень пахнет по утрам когда на нее солнышко попадает пристегнула такими пристепочками для орхидей и очень удобно хранить листочки здесь у меня бегония вечно цветущая растет а здесь я посадила диеток который отделила от растения вот и у меня не было возможности посадить в отдельные стаканчики я взяла коробку от торта и посадила в прозрачную коробку накрыла пленочкой и не поливаю влажный субстрат слегка влажный я не поливаю когда появятся первые корешки я вам сниму видео покажу я вам показала два способа размножения фиалок остальное подробности покажу в следующем видео до свидания следующем видео я буду пересаживать вот эти две фиалочки видите как они сильно заросли детками вот эти надо убирать цветочки засохшие это тоже и некрасиво получается не эстетично и вытягивает вот эта фиалочка посмотрите сколько цветоносиков он выпустил тоже она в двойном горшочке стоит покажу поливать немножко неудобного так я поливаю приподнял горшочек это номер два я вам оставлю ее фотографию она очень-очень махровая очень красиво фиалочка сами все увидите такие у меня планы на будущее еще буду пересаживать свои фиалки затем займусь орхидеями спасибо всем до свидания оставайтесь всем удачи всем пока я вам расскажу еще много много интересного до свидания